Легализация рынка алкогольной продукции – задача государственная. Лицензия, выданная краевым профильным департаментом, главный документ для тех, кто реализует спиртное. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Куртанапа реализацию алкогольной продукции на основании лицензии осуществляют 671 объект в потребительской сфере, включая розничную торговлю и объекты, оказывающие услуги общественного питания. По сравнению с 2016 годом количество объектов, имеющих лицензию на реализацию алкоголя, увеличилось на 9%. В то же время за последние 5 лет в стране отмечен рост продаж нелегального алкоголя и, как следствие, рост смертности от суррогата. Это стало причиной для ужесточения законодательства. За продажу алкогольной продукции без лицензии для ООО штрафы предусмотрено от 3 миллионов рублей. И вот департаментом за 2 недели уже 3 протокола составлено, когда ООО торговали без лицензии для ИП, Шнепал или сельхозтоваропроизводителя, который оформлен без соответствующей лицензии, штраф, еще раз повторю, от 100 до 200 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков призвал зал активно включиться в обсуждение темы. И вопросов было немало. Например, кто несет ответственность за нарушения, которые допускают продавцы. У нас есть статья, как о недолжный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников. Что такое должный контроль? Это такой контроль, при котором продавец делает так, как от него требует контролер. Если продавец так не делает, значит это недолжный контроль. Совещание, по сути, стало практическим семинаром. Участники обсудили подводные камни в работе с алкогольной продукцией и получили исчерпывающие разъяснения по действующим законодательным регламентам.